Всем привет и так что новенького на Доме-2 и за периметром. Похоже, Купины все-таки покидают Дом-2. Майя опубликовала в сторис объявление о том, что она ищет сторис мейкера и менеджера. Ну, то есть людей, которые будут раскручивать ее аккаунт и заниматься рекламой. Раньше эти работы выполняли менеджеры, которых давало руководство Дома-2. Видимо, мечтам Купины, кстати, ведущими на Доме-2 не суждено сбыться. Мечтает связать свою жизнь с телевидением и Захарьяш. Он написал, что с удовольствием вел бы передачу «Орел и Решка» на пятнице. А также хочет стать героем шоу «Холостяк». Настя Балтер и ноет в сторис. Очень скучаю по дому, каждый день одни и те же стены, одни и те же люди. Но вместе с тем Дом-2 покидать она не собирается. Говорит, что проект не закрывают. Мы переезжаем на другой канал. Но если когда-нибудь он закроется, то я пойду на шоу «Пацанки». Меня туда зовут. Тиктокеры, которые поселились на поляне, жалуются на массивную хейтерскую атаку. Рекламу у них никто не хочет размещать, их не любят. Видимо, это площадка Дома-2, такая невезучая. Черно и Аганесян отметили два года со дня свадьбы. Ребята подарили друг другу подарочки. Саше достался букет цветов, бабочки в коробке. Днем они катались всей семьей на квадроциклах. А вечером собрались на 89-й этаж Москва-Сити. Посидели в ресторане. Черно пишет, что за это время было всякое. Но главное, что теперь у нас счастливая семья. Я счастлива. Бывшая участница Дома-2, Алёна Ашмарина, рассказала о том, как развивается её беременность. Малышки весят уже по 2-300. Идут одинаково, это очень хорошо. Обе лежат правильно. Скорее всего, рожу сама. Она уже на 34-й неделе. А в сети нашли отца будущих малышек. Это известный блогер Жан-Поль Чуркин. Он пишет про себя политик-ютубер, кандидат в президенты России 36-го года. Алёна Савкина попала в стационар. Говорит, что сначала у неё зачесалось лицо. Она решила, что это отмазки. Потом тело покрылось волдырями, появились отёки, заболела голова. Она пишет, что это очень странная аллергия. Никто не понимает, от чего она началась. Савкину положили в терапевтическое отделение обычной городской больницы. В платную палату. Она стоит 5 тысяч в день. Там нет аллерголога, но Алёне ставят капельницы, чтобы снять симптомы. Один раз у неё вылетела иголка. И девушка долго не могла докричаться до медсестры. Багдашу Алёна оставила с няней. Няня хорошая, проверена временем. Подписчики считают, что у Савкиной краснуха. Или аутоиммунный сбой. Дмитренко ищет работу сборщика мебели. Он собрал детскую кроватку для Софии и воодушевлён успехом. Говорит, я мастер на все руки. Я готов к вам лично приехать и собрать кроватку детскую или коляску, хоть что. Ты у меня молодец, милый. Я знаю. Похвалила Оля мужа. Потом ребята пошли в кафе. Василиса смотрела мультики на планшете, ела картошку фри. Оля снимала сториз. Всё в лучших традициях этой семьи. Руся рассказал интересные вещи. Как вы помните, канал Пятница отказался транслировать Дом-2. Также и переговоры с каналом СТС завершились неудачей, по словам Рустама. Сейчас руководство Дома-2 ищет другой канал, не такой крупный, но желающих не наблюдается. Руся пишет, что новых эфиров не будет. Последний эфир 30 декабря. Остальное домыслы и спекуляции. Ира Пингвинова побывала на шоу ББ. И рассказала, почему они расстались с Димой. Он за неделю до родов признался, что не любит Иру. Раньше об этом не говорил, тянул время, хотел убедиться в отсутствии чувств. И вот в декретном отпуске он убедился. Чайков предложил жить вместе ради ребенка, но Ира отказалась. К тому же он постоянно сравнивает Иру с мамой, с бывшей девушкой. Он не принимает никакого участия в жизни малышки, ничего для нее не покупает. Только фотографируется для соцсетей. Ну и по итогу Ира сейчас не пускает Диму на порог, не дает видеться с дочкой. И даже не вписала его в свидетельство о рождении. Бузова и другие участники считают, что Пингвиновой нужно поменять отношение к этой ситуации. Нужно допустить Диму до ребенка и разрешать ему делать к ней шаги. А вы как думаете, все ли верно она делает? Пишите в комментариях. Еще один выпуск шоу ББ хотелось бы обсудить. Это та самая передачка, после которой ушли Рапунцели. Историю Полины мы уже слышали лично от нее в ее инстаграм. А вот аргументы Оли Рапунцель. Говорит, все это вранье. Я не могла договариваться о рекламе и размещать ее на своей странице. Потому что мой инстаграм был в руках менеджеров Дома 2. Ну и второй аргумент. Оля оплатила стоимость вещей еще в ноябре. Я, говорит, ей ничего не должна. Моя совесть чиста. Я не стану обманывать людей. Мне моя репутация важней. Ну а на самом деле мы знаем, что у Ольги был особый контракт на более выгодных условиях. И рекламу на ее странице размещали не менеджеры, а она сама лично. Об этом много раз говорили ведущие и сама Ольга. Ну а стоимость вещей Рапа перевела Полине только в ноябре 2020 года. В то время как взяла вещи в ноябре 2019. В общем, и Полина оставила неприятное впечатление, и к Рапе нет никакого доверия. А кому верите вы в этой запутанной истории? Еще интересно, как Ольга отреагировала на вопрос Ольги Бузовой. Так покупала ли ты квартиру в Переделкино или нет? Внятного ответа не последовало. Рапа очень эмоционально попросила не считать ее деньги, ее квартиры, не лезть в ее личную жизнь. Не суйте свой нос куда не надо, это моя жизнь. Не важно, что у нас есть, что мы купили, в каком районе, сколько комнат, это не важно. Я не скажу, что у нас есть, у нас все прекрасно. Ну а то, что у семьи Дмитренко имеется в ипотеке квартира, подтвердили. Вот и девушка Полина, и Никита Уманский. Бузова говорит, что Оля специально скрывает информацию и хочет, чтобы ее жалели. Ведь если бы она все рассказала, то она не стала бы человеком года в прошлом году. И не получила бы еще одну квартиру. Ну вот и все, подписывайтесь и будем сплетничать.